Лето продолжает баловать белорусов. Эта неделя обещает быть теплой и комфортной. Во вторник атмосферный фронт с Балтийского моря принесет более свежий воздух. Но уже с четверга власть над погодой возьмет антициклон. И температура снова поднимется. Во вторник пройдут кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. При этом ветер будет порывистый. Ночью и утром температура за окнами понизится до 13-19 градусов. В разгар дня от 20 по северо-западу до 26 по юго-востоку страны. Атмосферное давление будет слабо расти. В среду преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный умеренный. Днем неустойчивый, слабый. Ночью станут еще холоднее. Всего плюс 6-13. Днем воздух прогреется от 17 по северо-востоку до 24 по юго-западу страны. Похолодание будет недолгим. С четверга температура начнет повышаться. В юго-западных районах столбики термометров снова достигнут отметки в плюс 30. В последние выходные лета ожидаются облачными и немного дождливыми. И по традиции о метеорекордах дня. 20 августа 1946 стояла очень жаркая по меркам августа погода. Так в Василеевичах было плюс 38. А в 2015 в Лынтупах наоборот стояла холодная погода. Утром здесь был всего 1 градус выше нуля. Рекорд побили и дожди. В 1979 в Житковичах выпало почти 103 миллиметра осадков или 103 литра воды на квадратный метр. По народному календарю сегодня день Марина Пимина. Это значит, лето начинает уступать позиции осени. В это время наблюдали за аистами или журавлями. Если птицы готовились улетать в теплые края, ждали холодную и раннюю осень. Также в этот день у Жени ходили в лес за ягодами. Считали, что урожай уже не соберут. Ориентировались и на погоду. Так, если пауки прячутся и не плетут паутину, ждали ненастья.